В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Саровские спасатели провели выставку спецтехники на площади Ленина. Золото из Индонезии. Воспитанники школы информатики Вектор Плюс Плюс выступили на международном конкурсе юных изобретателей. Профилактика, консультирование и поддержка детей в трудной жизненной ситуации. 2 октября день социального педагога. Далее расскажем обо всем подробно. Перед зданием администрации выстроилась спецтехника МЧС, ГОИЧС и ядерного центра. Оперативный КАМАЗ, штабные машины, коленчатый подъемник и пожарная автоцистерна. В рамках месячника гражданской обороны сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и аварийно-спасательный отдел ВНИЭФ демонстрировали горожанам возможности спецоборудования и снаряжения. Подводные поисково-спасательные работы, ликвидации последствий различных аварий, тушения, пожара. В чрезвычайных ситуациях, где отсчет времени идет на часы и даже минуты, новейшее оборудование помогает спасти жизнь человеку. Лишь один из представленных на выставке автомобилей никогда не участвовал в реальной спасательной операции. Так как задача экипажа оперативного КАМАЗа – ликвидация последствий радиационного заражения. Его мирная миссия – это сопровождение спецгрузов и участие в проведении учений. Люди нашего города должны увидеть непосредственно в каких организациях, какая находится техника. В данном случае детям интересно посмотреть на автомобильную технику. Дошкольники оказались самыми любопытными посетителями выставки спецтехники. Не всегда дослушав, что им объясняют специалисты, они спешили быстрее залезть в кабину и почувствовать себя спасателем, который мчится на помощь пострадавшим. Пожарные здесь есть. Четыре пожарных, командир отделения, пожарный водитель. Рассмотреть, а главное потрогать, разрешалось почти все. Некоторым посчастливилось в примере спасательную каску. Зрителям представили все спецоборудование, которое находится на вооружении у спасателей. Здесь мы выставили новые образцы гидравлического инструмента, детям здесь показывали в работе, и новые образцы водолазного снаряжения. Времени, чтобы рассмотреть и запомнить название различных инструментов и приспособлений, явно не хватало. На какую высоту может поднять коленчатый подъемник? Зачем нужен квадрокоптер? И для чего столько отсеков в пожарной автоцисерне? Вопросы сыпали со всех сторон. Спасатели заверили, что все снаряжение в рабочем состоянии и в любой момент может примениться в реальной ситуации. Вопросы сыпали со всех сторон. Распознавать знаки и следовать линиям дорожной разметки. Кто-то скажет, что подобные изобретения – далеко идущие планы ученых, которые воплотятся в жизнь лишь спустя десятилетия. Но для воспитанников школы информатики «Вектор плюс плюс» – это уже абсолютная реальность, которая воплотилась в проект роботизированный ассистент водителя. Это система, которая позволяет предотвращать огромное количество аварий, связанных с засыпанием водителя во время вождения. Система способна фиксировать состояние человека за рулем. Если водитель засыпает, запускается автопилот. И для предотвращения несчастного случая автомобиль, соблюдая все правила дорожного движения, отправляется на ближайшую парковку. На разработку такой умной системы у педагогов и воспитанников школы информатики ушло три года. Все началось с простого светофора и элементарных механизмов. А сегодня устройство превратилось в беспилотник, который состоит из нейросетей и компьютерного зрения. Наша задача, как педагогов, сделать так, чтобы сложное стало простым. И в то же время вот этот интерес, который живет в детском творчестве, он получал признание, в том числе на международных конкурсах. В прошлом году юные программисты уже представляли свой проект на престижном международном IT-форуме в Японии. С того момента авторы успели доработать устройство. Теперь беспилотник способен распознавать лицо и закрытые глаза водителя. Данная система позволит сократить число жертв на дорогах, потому что это достаточно распространенная причина крупных аварий. Сегодня авторы занимаются переносом программного кода с игрушечной модели на реальный автомобиль. Система уже прошла тестовое испытание и, возможно, совсем скоро станет новым словом в робототехнике. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Он работает на базе Центра социального обслуживания населения по адресу улицы Шверника, дом 11. В этом учебном году горожан приглашают на факультет декоративно-прикладного искусства, театральные и психологические факультеты, а также курсы компьютерной грамотности. Основная цель проекта – помочь пожилым людям по-новому взглянуть на жизнь после выхода на пенсию. ХК Саров продолжил победную серию. В минувший понедельник наши спортсмены на своем льду принимали хоккейный клуб «Рязань». Поединок выдался на редкость результативным. За 60 минут игрового времени шайба 8 раз пересекала линию ворот, в большинстве случаев – «Рязанских». К концу матча на табло горел счет 5-3 в пользу наших спортсменов. Следующий матч ХК Саров снова проведет дома. В среду команда Игоря Веркина примет на арене Ледового дворца клуб «Буран» из Воронежа. Новый учебный год только начался, но 11-классники уже начинают задумываться о том, куда пойти учиться после школы. Чтобы помочь будущим абитуриентам определиться, высшее учебное заведение проводит специальные встречи, на которых рассказывают о правилах поступления и факультетах. Саровчан приглашают на День открытых дверей в Нижегородскую академию МВД. Перед современными выпускниками стоит огромный выбор профессий и специальностей – педагог, дизайнер, инженер, программист, врач. Одни поступают в институт по принципу «куда возьмут», другие подают заявление сразу на несколько разных факультетов, а потом выбирают тот, который больше по душе. Но есть специальности, на которые идут целенаправленно. Ежегодно десятки саровских ребят решают связать свою жизнь с охраной порядка и поступают в Нижегородскую академию МВД, учеба в которой имеет ряд своих преимуществ. Полное бесплатное образование. В период прохождения учебы лицам, которые поступают на очное обучение, выплачиваются стипендии, так называемые, денежные довольствия, от 11 до 20 тысяч рублей. Кроме того, представляется бесплатный отпуск ежегодный, оплачиваемый. А также бесплатное общежитие, питание, обмундирование и медицинское обслуживание. К тому же при поступлении курсантам сразу присваивают звание рядового, а уже на пятом курсе – первая офицерская, младший лейтенант. По окончанию выпускникам гарантируют стопроцентное трудоустройство в органы внутренних дел. Стать курсантом может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет с полным средним образованием. Необходимо пройти военно-врачебную комиссию на предмет годности по состоянию здоровья и психолога, психодиагностику. То есть, если, ну и соответственно, пройти вступительный экзамен. Обычно это русский язык, вот, история, общество знания, в зависимости от получаемой специальности. Желающие пополнить ряды сотрудников правопорядка могут обращаться в кабинеты 218 и 405 зданий УВД. Более подробная информация по телефону 605-14-605-81. Узнать больше о существующих специальностях и правилах поступления можно на дне открытых дверей Академии, которые пройдут 27 октября и 17 ноября в 10 утра по адресу Анкудиновское шоссе, дом 3. Для прохода на территорию Академии необходимо иметь при себе паспорт. 2 октября свой профессиональный праздник отмечают социальные педагоги. Сегодня эта специальность выделена в отдельную категорию в системе образования. Социальные педагоги входят в преподавательские составы большинства учебных заведений. В отличие от школьных учителей, они отвечают не за преподавание различных дисциплин, а за воспитание подрастающего поколения. Поэтому работа социального педагога требует особого индивидуального подхода каждому ребенку. На протяжении 20 лет Марина Горяева начинает свой рабочий день с обхода классов. Для того, чтобы узнать, все ли ребята пришли на уроки. Затем передает эту информацию директору и в школьную столовую. В профессиональной обязанности Марины Горяевой входит сбор информации о всех учениках, которая поможет вовремя принять меры, если ребенок окажется в трудной жизненной ситуации. Наша работа связана с детьми группы риска. Мы должны их адаптировать к новым социальным условиям. Вот это главное, наверное, в работе социального педагога. Если ты помог хотя бы одному ребенку, значит, ты служишь не зря этой специальности. Изучив все нюансы жизненной ситуации школьника, социальный педагог разрабатывает специальную систему сопровождения. Занимается профилактической, коррекционной и просветительской работой. Марина Николаевна всегда может дать полезный совет ученикам, их родителям и коллегам по работе. Каждый день открываешь какие-то новые чувства в себе или в детях что-то новое открываешь. Потому что идет наблюдение, мониторинги различные. И когда ты вот это вот все проводишь, и потом, допустим, ты знаешь, что этот человек где-то немножечко оступился, а ты его раскрываешь совсем с другой стороны. И пытаешься воздействовать уже на эти хорошие качества. Марина Горяева преподает 14-й школе уроки здорового питания, курирует волонтерский отряд «Жизнелюбы», который принимает активное участие в жизни города. Также Марина Горяева на протяжении пяти лет возглавляет методическое объединение, куда входят социальные педагоги всех школ. В этом году Саров впервые присоединился ко всероссийской акции «Вальс нашей молодости», который традиционно посвящает Международному дню пожилого человека. Инициатива ее проведения принадлежит Федеральной службе войск Национальной гвардии. Военный оркестр Саровской дивизии совместно с сотрудниками Центра развития культуры и искусства провели для пенсионеров Сарова праздничную концертную программу. Под звуки вальса на сцену выходят воспитанники студии спортивного бального танца «Дека». Пары кружатся на паркете в ритм музыки. И это не может оставить равнодушными гостей праздничного концерта. Бабушки и дедушки присоединяются к юным танцорам и вальсируют со своими партнерами, как в молодости. Старые пальцы, которые я сам играл в духовом оркестре. Сам танцевал, сам пел под них. Так что вот все примерно такое же. Ну и на сегодня я такой же веселый, счастливый, радостный и танцующий. Хореографический коллектив, духовой и эстрадный оркестры, хор и многое другое. Михаил Андрианович Оленин за свою жизнь успел попробовать себя в самых различных направлениях художественной самодеятельности. И даже на пенсии не оставил это полезное занятие. Сегодня Михаил Андрианович выступает в хоре ветеранов Дворца молодежи. Праздник это большой. А для меня, как музыканта от рождения и певца, я с огромным удовольствием встречаю этот праздник. Поэтому мы здесь с друзьями пришли на этот праздник. Любимые песни в исполнении солистов Центра развития культуры и искусства и оркестра Саровской дивизии. Танцы под живой аккомпанемент, слова благодарности и поздравления. Вечер ко дню пожилого человека получился уютным и по-домашнему теплым. По всей стране духовые оркестры воинских частей исполняют любимые мелодии, произведения нашего замечательного старшего поколения, которые они любят, которые они танцевали в своей молодости. Акция ко дню пожилого человека «Вальс нашей молодости» прошла в нашем городе впервые. Военные оркестры сыграли любимые песни старшего поколения более чем в 80 городах России. Турнир «Мирный атом» и сдача норм ГТО. Сотрудники ядерного центра и их коллеги из городов присутствия госкорпорации «Росатом» отметили профессиональный праздник на спортивных площадках нашего города. В этом году традиционный турнир расширил программу и кроме баскетбола спортсмены приняли участие в соревнованиях по бадминтону. Не раз встречаясь на различных спортивных соревнованиях с сотрудниками ядерного центра, специалисты прибора строительного завода из Трехгорного всегда отмечали высокий уровень физической подготовки саровчан. И когда представилась возможность скрестить ракетки в рамках турнира «Мирный атом», трехгорцы собрали две команды против трех из нашего города. Хотели посмотреть, где тренируются наши конкуренты, какие у них тут условия, ну и посмотреть город. Закрыли сезон по летним видам спорта и те, кто хотел сдать нормы ГТО. Пробежать за отведенное время несколько километров, потом взять в руки винтовку и выбить максимальное количество очков на мишени. Оружие электронное, нет пугающих звуков выстрелов, но выровнять дыхание после физической нагрузки получается с трудом. А впереди еще несколько дисциплин. Плавание, бег 2000-3000 метров, прыжки в длину, стрельба, отжимания, ну еще вот по заявкам сделали еще одно дополнительное вид 60 метров. Традиционно сдача норм ГТО привлекает все больше сотрудников ядерного центра, так как прежде всего это соревнование с самим собой, проверка собственных способностей и оценка физической формы. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин